Всем привет, с вами Русский Гердос и сегодня мы опять поговорим о брониках. Месяц назад я снял видео про CryGPC. Нет, не думайте, что Калеб Край попросил меня переснять это видео. Даже наоборот, мои друзья из гонконгской конторы Toy Soldier and Workshop запилили офигенную, редкую версию этого жилета NJPC. Начнем с того, что это реально очень редкая модификация краевского броника. На eBay попадается очень редко, а если попадается, то выложить за него придется цену крыла от Boeing с двигателями и запасом топлива. В принципе, основных отличий у него только одно от оригинального броника. Это то, что вместо open-top шинглов спереди подсумки с клапанами. Но они также рассчитаны на три магазина от Arker. В остальном, в принципе, он должен повторять свой оригинал краевский. Так ли это или нет? Сейчас проверим. Итак, производитель заявляет, что материалы используются те же самые, оригинальные и на ощупь. В принципе, я скромен этому верить. Что здесь, что здесь 550-я кортура эти мультикам. Паттерн у реплики чуть-чуть более такой приглушенный. Но я думаю, если в оригинале побегать пару сезонов активно, то и там станет совершенно такой же. Внутри, в центре, так же как у оригинала у реплики 330-я мультикамная кортура. Но сразу же на глаз видно отличие. Отличие. Боковые вставки у оригинала чуть более плотные, чем у реплики. У реплики это напоминает скорее стретчевый такой материал, о котором я чуть позже расскажу. Так же и сетка. У оригинала это объемная AirMesh сетка тройного плетения. У реплики это просто три слоя обычной тонкой сетки. На передней панели фактически отличий нет, кроме, естественно, клапанов, так как это другая модификация. Так что откроем и посмотрим, что там внутри под этой панелью. В принципе, отличий никаких нет. Такие же ряды велкра. Единственное, у реплики велкра зеленые, больше у оригинала желтоватые. Внизу также есть ряд велкра для спления паучей, защиты паха и рукогрейки. Ну и местами, особенно это заметно на камербендах, отличается прошивка. То есть здесь сверху дополнительно нашита стропа, здесь она, маленький островок нашит сбоку. Перейдем к ключевым ставкам. У реплик от контор ТМЦ или других китайцев была проблема с этими гиполоновыми ставками. Вместо них была какая-то расслаивающаяся херня. Здесь у Той Солджера нормальный, настоящий гиполон. Правда, он чуть тоньше, чем у оригинала. Ну и немножко отличается цвет, он чуть-чуть светлее. Я считаю, это просто офигенный прорыв, офигенный винт. Ну и материал на ключах из того же стретчевого материала, который применяется для внутренней части, для боковых ставок на внутренней части жилета. И он чуть тоньше, чем у оригинала. А вот эти велкро петельки чуть-чуть шире, буквально на пару миллиметров. Ну и так седня на самом деле. Сзади отличий фактически нет. Столько же рядов строк-пал, столько же в них ячеек. Единственное отличие это шнурки, которыми крепятся камербенды к основе жилета. Реплики они тоньше в несколько раз. Ну и цветом чуть светлее. Но мне кажется, это отличие совершенно несущественное. А вот сами камербенды отличаются и довольно сильно. У оригинала, если вы в курсе, внутри стоят пластиковые черные жесткие вставки, которые позволяют камербендам сохранять свою форму. А вот у оригинала там всего лишь черно-дополнительная темная стропа. Камербенды очень мягкие по сравнению с оригиналом. Как и у оригинала, с репликой шли стропы, которые можно закрепить вместо камербенда. Ведь от оригинала они из односторонней стропы. Что, конечно, испортит вид, если вы их будете реально применять. Ну и такая, наверное, придирочка. Как вы знаете, оригинал фактически стерильный. Никаких чекук, никаких обозначений производителя и так далее, кроме маленькой бирочки с размером внизу. Но от у Солджера, любимая, вот такая большая бирка, которую я обычно отпарываю. Как вы сами могли убедиться, разницы между этими жилетами практически нет. В реалиях страйкбола их точно никто не заметит. Более того, вы сами видели, что даже положив два броника рядом, но отличия не так сильно бросаются в глаза только при детальном их изучении. Тем более их легко свести на нет, например, заменив резинки сзади, ну или купив оригинальные камербенды. Ну а теперь на десерт, как всегда, о цене на это чудо. Цена его на официальном сайте Той Солджера составляет 250 долларов. Да, многие скажут, но гидрён батон, столько же стоит и оригинал. Ну да, согласен, но, как я уже говорил в первом видео, оригинал будут долго шить, а где-то поймать его на других сайтах достаточно проблематично. Можно, конечно, выловить на ebay, но там он и будет стоить дороже. При этом, если оригинальный вам придёт фактически в голом виде, ну там будут только стропы для замены камербендов, то с этим броником вам придут ещё паучи для рации правой и левой. Кстати, я обещал сказать про стречевую ткань. Она используется здесь для того, чтобы пауч очень хорошо облегал рацию, не давал ей выскочить. Ну и, конечно, страховочные резинки. Куда уж без них. И также идут дополнительные боковые накладки. Внутри у них мягкая пенка. Они помогут бронику более лучше сидеть на теле для тех, кто привык к более классической компоновке бронежилетов. Ну а теперь немножко посчитаем. Комплект боковых паучей подставки 46.50 на сайте Края. Комплект радио паучей 26.90. Итого 73 доллара разница. Ну, нехило при нашем курсе доллара. Ну, ещё раз подчеркну, не забывайте, что это очень редкая версия жилета. NGPC на самом деле отшивался только для нескольких команд Navy Seals с этим мультикам. Ну и, конечно, для красавцев Дивгру. Итак, в итоге. За цену одного отличного, без сомнения, броника мы получаем не менее достойную реплику редкой его разновидности плюс пачка ништяков. Что выберете вы в этом поединке разума и пафоса, решать только вам. С вами был Русский Гердос. Пока.